Доброе утро, дорогая церковь! Я очень рада быть здесь, очень сильно рада быть на этом месте, чтобы сказать, какие вы молодцы, какие вы чудесные, какие вы фантастически прекрасные. Это не пустые слова, это то, чем наполнено просто мое сердце последнее время. Я расскажу по порядку. Когда я заболела в начале октября, это было 4-го числа, я не испугалась. Ну, температура и температура. Потом оказалось, ну, ковид и ковид, ну, ничего страшного. То есть я никогда не болею, ну, особо. Ну, поболею немножко и выздоровлю. Но почему-то становилось хуже. То есть неделя дома, температура есть, неделя в больнице. Ну, ладно, в больнице, в больнице. Но уже реанимация. И ты понимаешь, что что-то не так. Что-то происходит непонятное. Но при этом, знаете, ну, это настолько необычно. Настолько... Это я уже сейчас понимаю, но в тот момент, знаете, вот реанимация, ты не можешь дышать, потому что у тебя подключен кислород. Ты не можешь вставать. Ты не можешь сидеть. Ты можешь говорить и ты можешь пить. Это все, что я могла. Но у меня вообще не было страха, паники какой-то. У меня не было связи с родными и близкими, потому что, ну, не положен телефон. Но при этом, знаете, вот нам часто кажется, что вот если мы кому-то позвоним, то тогда нам помогут. Ну, а если нет этого? И ты лежишь, и день меняет. Один день, второй день. И... Ну, Бог, Он был так близко. Вы просто не представляете. Его было так много, что вообще не было страха. Не было даже намека на то, что что-то может пойти не так. Даже мыслей об этих не было. И мы ждем, что... Ну, сейчас Бог исцелит. А этого не происходит. Но зато Он действует по-другому. Он посылает ангелов в своих виде людей, которые тебя окружают. И ты знаешь, что... Ну, что люди есть, что они молятся за тебя, что и благодаря молитвам происходит, знаете, происходит чудо. Мне дают телефон. Оказалось, что до этого один брат работал в этой реанимации. У него была связь. И я обратилась за помощью. Я попросила, чтобы мои друзья... Они написали мне записки. Они написали мне письма, которые бы поддерживали меня. И знаете, я их принесла сюда. Я очень волнуюсь. Вот у меня есть конверт. И здесь, здесь ваши сердца. Вот вы такие чудесные. Вы просто знаете, я хочу передать вам ту атмосферу, которая окружала меня в тот момент, когда я ничего не могла делать. Я не могла молиться, я не могла читать, я ничего не могла. И я вам прочитаю отрывочки из этих писем. Я тебя очень жду. Как бы очень тебя люблю. Ты сильная и совсем справишься. Мы с тобой. И все преодолеем. Хоть нас и не видно, но мы с тобой. Жду встречи, чтобы крепко обнять тебя. Укрепляйся Господом. Он надежда наша. Господь пастырь твой. И Он с тобой в каждом дне и минуте. Мы твердо верим, что Господь наш, Иисус Христос, сейчас там с тобой, даже больше, чем сейчас с нами. Наташенька, мы молимся за тебя. Наташенька, Бог очень-очень-очень любит тебя. Наташенька, выздоравливай, молимся за тебя. Ты драгоценность в глазах Божьих. Люблю и ценю тебя. Наташенька, молюсь за тебя. Пишу порадовать и подбодрить тебя. Очень по тебе скучаю. И с нетерпением жду, когда снова могу обнять тебя. Мне очень тебя не хватает. Хочется снова прийти домой, где ты ждешь меня и встречаешь. Хочется столько тебе всего рассказать, чтобы ты похвалила меня. Постоянно думаю о тебе и молюсь. Ты у меня самая лучшая. У всех обычные мамы, а у меня самая лучшая. Я так сильно испугалась за тебя. И я учусь по-настоящему верить и не сдаваться, доверять нашему папочке. Вот видишь, опять голубины почте вернулись. Настраивайся на выздоровление. Другого варианта нет. Вся церковь неотступно молится за тебя. И вот скажите, кто может победить такую церковь? Кто, какие, какие врата ада могут одолеть такую церковь? Ничего не может одолеть. И это слово, которое Иисус сказал, что я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Оно воплотилось в моей жизни и стало плотью. Благодаря вам. Благодаря тому, что мы все вместе здесь. Каждый день. Я стою на этой сцене и свидетельствую, что Бог велик. Что ничто не может сокрушить Его. Ничто не может отключить нас от любви Божьей. Где бы мы ни были, что бы с нами ни происходило, какие бы нужды у нас ни были, Бога может быть так много, и Он всегда рядом. И это чудесно. Здесь люди написали о том, что они молятся, за исцеление просят помолиться, за предстоящие операции. Также, знаете, есть одно благодарение. Я благодарю Господь тебя за то, что я живу тобой и дышу тобой. Давайте, чтобы в наших сердцах было вот это осознание того, что мы вместе, и мы дышим им, и существуем им, и движемся им. И ничто не сможет тогда нас преодолеть. Давайте встанем и будем молиться. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то чудо, которое Ты совершил в моей жизни, Господь. Я благодарю Тебя за церковь Твою, которую врата ада не одолеют. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за силу Твою, Господь, за любовь Твою. Спасибо Тебе, Господь, что благодаря церкви у меня не было страха, не было сомнений, Господь, в том, что Ты рядом, господь твои ангелы они окружали меня господь я благодарю тебя за молитву каждого человека господь и мы молимся за каждого человека в церкви господь кто имеет нужду кто имеет нужду в исцелении имеет нужду в финансах имеют нужду в семье господь боже мы знаем что ти ты господь с этими людьми, и мы вместе с этими людьми стоим и говорим, благослови Господь, благослови Господь, покажи выход, покажи выход Господь, спасибо тебе наш царь и Бог, что ты чудесен, что ты велик, что ты открыл наши сердца, и мы пришли к тебе, и мы служим тебе Господь, и мы хотим всю вечность провести вместе с тобой, что мы живем тобой, движемся и существуем. Аминь. 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 действует восстанавливая нас полностью чтобы мы переболев стали еще более сильными чем были до болезни чтобы наш умник иммунитет укрепился и стал еще более сильным господь отражая всякие вирусы всяких новые штаммы отражая во имя иисуса христа господь ты наша жизнь ты наше здоровье господь ты наше основание божие фундамент на котором мы стоим во всех сферах нашей жизни строим наш дом по имя иисуса христа добудет тебе вся слава вся честь и вся хвала и каждый верующий в бога целителя да скажет аминь давайте прославим его а так спасибо большое любим тебя благословление